Первое заседание консультативного органа при губернаторе Омской области, молодежного правительства, состоялось в рамках международного форума «Ритм-2019». Члены новой для нашего региона структуры встретились с Александром Бурковым и обсудили план действий на ближайшее будущее. То, что вы сегодня в регионе, молодежное правительство связывали со своим регионом, это действительно достойное решение и дорогого стоит. Важно, чтобы у нас формировался определенный этап, как вы видите из молодежи в регионах. Важно, чтобы мы с вами выросли в направлении новой волны. В состав молодежного правительства вошли 15 человек – общественники, предприниматели и студенты. Работу новой структуры разделили на пять направлений – образование и наука, развитие внутренней информационной политики, спорт, туризм и культура, экономическое и цифровое развитие, а также здравоохранение, экология и социальное развитие. Первым делом губернатор предложил молодым людям познакомиться с системой управления регионом, вникнуть в работу министерств и подведомственных учреждений. Мы должны пройти определенный опыт, знакомство, трудовую практику. Проматать социальный вид, нужно его пройти. И самое главное, что, дорогие мои, вы сегодня представляете не только свои интересы личные, да, вы должны думать не только о себе, а о тех ребятах, которые за вашей спиной, ваших коллективов, да, общественных, ваших друзей. От молодых парламентариев глава области ждет конкретных предложений по развитию региона. Но для начала члены молодежного правительства избрали руководителей направлений и председателя. Им стала Елизавета Михайленко. Первым им быть сложно, первым председателям еще сложнее, потому что нужно полностью выстроить работу. Но я трудностей не боюсь. Я была председателем различных молодежных общественных организаций. И выстраивать работу – это то, что интересно. В ходе заседания ребята определили основные направления своей деятельности. Они поставили перед собой достаточно амбициозную цель – сделать жизнь вокруг себя лучше. Мы строим самолет, который успешно взлетит и привезет омский регион и омскую молодежь в светлое, прекрасное будущее. Мы познакомимся с тем, как работают органы исполнительной власти. Мы познакомимся обязательно с тем, что думают, чувствуют, слышат, хотят слышать молодежь омской области. С их вопросами, болями, интересами. Работу в молодежном правительстве эти ребята считают важным и полезным опытом. Мы все равно новенькие, скажем так, в этой структуре, потому что молодежное правительство только создано. Для омского региона это новая история. Если, например, сравнивать с тем же Красноярском, где оно создано в 2008 году. Естественно, для нас это полезно. Такое общение, и формальное, и неформальное, оно позволяет нам учиться. Срок полномочий нового консультативного органа – два года. За это время молодежное правительство должно будет стать связующей нитью между молодежью и органами государственной власти региона.